Друзья, доброе утро. Извините, пожалуйста, не могу разговаривать. Наглотала вчера воды со льдом. Заморожена. В общем, просто у вас температура 37,5. Горло обложенное. Сейчас какие-то буду пить таблеточки. Надо поехать купить. У меня ничего нету. Стрепсилс. Я понимаю, что пить надо горячее, но не во всех случаях. Надо вот здесь снять синдром болевой. Такое впечатление, что птички вот там клюют. Надо тебе такое. Ну надо тебе такое. Сыночь не спала. Крутилась, вертилась. Не могла понять, что со мной происходит. Господи, не пейте холодное. Я правда, как маленький ребенок. Разве можно? Я посмотрела видео. Глокчу эту воду. Разве так можно? Ну разве так можно? Но если своего ума нет, кто же мне его вставит? Ой, фу. Семь утра. По привычке же встаю. Горю еще все. Горю. Горю. Я не болею. Я не болею. Пожалуйста. Ноза больные, все больно. А тигря от меня не отходит. Не отходит, по пятам ходит, друзья. Представляете, куда я туда? Тигречка. Тигрюля. Тигрюлечка. Моя сладенькая девочка. Животик горячий. Смама спит. Ребят, я не пойму. Это потому, что лето им жарко. Видите, все равно блохи. Протравливаю. Ну, потому что их же много. Где-то что-то не убило. Надо опять хорошо побрызгать. А тигр искупать надо, когда шоу заживет. Искупать в этой шапу. Тигря, ну хватит. Тигречка. Ой, Боже мой. У меня такой... Боже, прелесть. И куда его? Достал со мной. У тебя радость нет? Да, я не знаю. По-моему, в рот. В рот? А кнопочку надо какую-то дашь? Уже не надо. И вот эти таблетки. Эти гипочки. И там еще есть эти таблетки, которые... Еще попищит тогда. Так, это раствор. Я голая, мам, нечего? Тридцать семь, сорок шесть. Ну так он... Тридцать семь и четыре. Где аптечка? У меня была тридцать семь и пять. Не нервничай. Вторая аптечка где? Какая вторая аптечка? Еще аптечка. У бабушки все. Нет. Там где, где когда болела корона, были таблетки дорогие. Где они? Их брала, когда заболела. Где они? А где ты эти таблетки брала? Это мои две аптечки. Не помню, да? У бабушки. На холодильнике где-то ампулы. А что так нервничать? Ну, что дорогущая, отдала деньги, 300 гривен. Где они, говорили? Вот эти вот листики. У тебя там где-то. Меня нету. Я не трогала. Ну, так а что я могу сделать? Ой. Где-то всегда так нервничает, когда... Мне нельзя заболеть. Раствор для полоскания полости рта. Ну вот, нормально, все есть. И вот египетские я сейчас выпью. Вот эти вот, которые с Египта. Помните, я привозила, кто меня давно смотрит? Людочка, не нервничай. Ну, он не запищал, но 37,4. Ну, 37,46. Ну, ничего страшного. Прям-таки я шо, я же не умру. Как же, друзья, я ж вчера... Представьте себе... Ой, тебе же солнышко, чтобы меня было видно. Значит, комендантский час в 23.00. Что вы думаете? Ровно я без 20 выехала из дому и помчалась за людой. Ну, машин же ж нету, сами понимаете. Ну, как есть, но очень мало. Ребята, я подъезжаю к ресторану. Она прыгает прям. Я, ну, не глохну, ничего. Показываю уже поворот на разворот. Разворачиваемся. И как погнали. Ребят, ровно без 5.11 были дома. Ровно. Представляете? Я... Когда мы туда едем, ну, утром, да, ну, там же с пробками. Пробки все равно уж бывают утром. Туда только минут 15. А тут мы успели за 15 минут туда и обратно. Представляете? И ровно в 23.00 я закрывала гараж. Пока же вышли с машины все. И так, знаете как? Только раз и все потухло. И на улице свет потух. Везде потухло. Ну, такое, знаете. В общем, благополучно забрала. Говорит, мама два раза такси, говорит, заказывала заранее. Заказ был принят, но не приехал. Ну, мало ли, понимаете. Они смотрят потом, они берут заказы, потом смотрят, что это, допустим, это очень дешево. Потому что цены... Бензин поднялся, а цены в такси совершенно не поднялись. Ну, это во время войны. Это что, типа, ну, типа как помощь гражданам города, да. Ну, людей же тоже можно понять. Он проедет 10 километров за 100 гривен. А 10 километров сейчас, я вам скажу, сколько стоит. Ой, ну это дофига. А вообще, по большому счету, сколько? 10 километров. Это где-то литр. Это 65 гривен, а он 100. Ну, короче, бабка на 2, я сказала. Амортизация, а обратно. Если так по-чистому только 120 получается, туда ему и обратно, он же ж пустой едет. Ну, вот это вот, понимаете. А за 100 гривен не хотят. Вот так Люда говорит, я уже подняла цену до 150. Там можно повышать цену. Говорит, никто не приехал. Ну, что, спасибо. Хорошо, что у меня был газ, я заправилась. Вчера был газ везде по 42 гривны. Очень такая очередь. И сказали не занимать. Так я по 44 подъехала сама без никого. И такой дядечка улыбается мне. Ой, Жиночка, Жиночка, заходь ты, заходь ты. Зараз, зараз я все зроблю. Я говорю, щиро дякую, щиро дякую. Такие мужчинка, ну, такие мужчинка. Такой прям улыбается мне так приятно. Друзья, я хочу вас сегодня поздравить с первым июня. Первый день лета. Значит, мои дорогие, все вы, кто-то из нас застали, да? Мы учились, кому полкинник, как и мне, в советское время. Вы помните, с первого числа открывались школьные лагеря. И первого июня был день детства. И вот я помню, ходила не в школьный лагерь, а после четвертого класса две недели практики. С восьми, где-то, наверное, до одиннадцати, то ли до двенадцати, мы ходили, территорию убирали. Так меня это раздражало. Так мне этого не хотелось сделать. Потому что тут сено, тут коровы. Доба помогать надо. Я помогала, бабушка меня заставляла. Я, конечно, не очень это хотела делать. Но заставляли, заставляли заметать, заставляли меня соломку трусить. Вот здесь вот дедушка накосит, травку раскидает. И моя была обязанность вот эту вот травку... Мама, ты посмотри! Обязанность вот эту вот травку переворачивать, чтобы она не запрела, чтобы высохла на солому. Вот это я все лето. Я так страдала от этого. Я говорю, что сегодня первый день лето, и как я такую травку тут сушили, когда корова была. И меня так это раздражало. Знаете почему? Потому что нельзя было ни подружкам, никому прийти. Ходить нельзя по сену. И мы ходили по дорожкам. И меня отпускали на час, на два какой-нибудь подружки. И я так завидовала какой-нибудь подружке, что у них можно спокойно ходить по двору, что никто не кричит, никто не ругает тебя, что Натаня, не ступай ногой там, Натаня, не ступай там ногой, тут сено, сено, потому что крова не будет ести, оно заприеет, не ступай сюда. Ой, Боже мой, кошмар. Потом виноград. А бабушка моя, вот это шестеро детей, она так, первый лук на рынок, первая клубника на рынок. И уже когда дети разъехались, у нее привычка, и все на рынок. Первую клубничку мне кружечку, а корзину на рынок. Ну что? А потом эти деньги все на карточке и сгорели. Он донесет мне какой-то сейчас чай. Переживает Дулься, переживает. Септолета еще. Септолета, да? О, вот это септолета, это самое главное. Нет тех там. Ну, Людочка, ну, я же не разе могу... Что ты должна доложить мне аптечку? А, так ты же бабушке дала целую стопку лекарств. Как они называются? Я не знаю, ты бабушке дала, когда у нее ножка болела, помнишь? Это ножка. Вот эти вот и дала ей. И в холодильнике на верхней полке там лежит еще. Ну что ты для меня, что такое? Вот, в холодильнике есть, там на верхней полке ампулы какие-то лежат. Не нервничай меня. Я виновата, что где-то таблетки. Ты заболела после меня короной, говорю. Я не заболела после... После короны моей заболела. Я заболела. Я ничем не болела, короной я вообще не болела. Это не короной. Причем она вообще шепчет. И вот я так сейчас, знаете, лето вспоминаю. Лето вспоминаю. Вот это июнь. Прямо в школу ходишь. Как раз покос травы идет. Вот это занимаюсь травой. Со школы прихожу. Потом, по-моему, экзамен мы сдавали в июне месяце по математике. И чтобы меня никто не нашел, я протылась на чердаке и учила билеты. Для меня был сложный июнь месяц. Всегда из-за этого покоса травы. Но зато сейчас я... Работящая. Курочки ходят. Натаня курочкам дай. Бурека по корме. Натаня пидай, глянь, как там корова. Корова посадься биле остановки. Ой. Натаня побежи, глянь, где старый. Старый это мой дедушка. И там корова, там сейчас футбольное поле. Корова на футбольном поле, но раньше не было футбольного поля. И там бочка пива. И мой дедушка пиво, бокала три, выпьет. Я бегу, дедушка, дедушка, Марту домой, давай домой Марту веди. А дедушка такой уже. Наверное, там было не пиво, а пиво с водочкой. Так, знаете, ребята, это было так трогательно. Марта, она его очень любила, моего деда. Но он же постоянно с ней пас ее. Он зарох, а у него ручки же не было одной. Одна ручка у него была. И он зарох вот так ее обнимет. И кто кого ведет. И Марта его домой ведет. А я сзади на скакалке, на скакалке прыгаю довольная. Заходит, короче, открывается калитка, заходит корова в эту ж калитку. Дед на роге висит. А бабушка моя, вот так, знаете. О, дикар, дикар пришел. Злилась, злилась, что выпив. До всяких работы. Толя, а что ты це робиш? На що ты у топиво пив? Ой. А він каже, баба, баба. Ну, хозяин пришел. Он, когда был трезвый, он говорил, мамочка, мамулечка, мама. Мама, ти де, мамо, ти де. А когда выпьет, баба, мовчи. Ну, он не был злым человеком. Я много раз рассказывала. Вот это был очень добрым. И вот это, ребята, начинается 1 июня. Школа, потом июль. И я сначала ездила, когда маленькая в лагеря. На Азовское море. Пеневский лагерь «Салют». То на две партии отправят, то на одну партию отправят. И я дурочка, домой хочу, плачу. К маме, хочу к маме. Вы знаете, я один раз... Ой, что это? Недостаточно места. Так мне надо. Ой, извините. К маме хочу, к маме. И я как-то так достала воспитательницу, что меня привезли домой. Привезли, потому что я так плакала за мамой. Ну, а потом, короче, друзья, приехала и пожалела. Тут надо трудиться, тут надо работать. Помогать. Ну, была привязана очень сильно к семье. Очень сильно к семье. Заметьте, как я только начинаю с вами от общаться, я забываю обо всем. Самая лучшая пилюля – это общение со своими друзьями, со своими зрителями и подписчиками. Гляньте, разговорилась, разговорилась. Сейчас выпью таблетку. В общем, друзья, так была привязана к дедушке, к бабушке, к маме. Тут, понимаете, мое все. И вот я думаю, если придется продать, я, наверное, сойду с ума. Если придется уезжать, покидать эту страну и продавать. И я сейчас в это смотрю. Ну, естественно, конечно, если подадим, будем жить намного лучше и меньше, и земли будет меньше. Ну, расставаться так не хочется. Так не хочется расставаться. Хоть телефон, память заканчивается. В общем, друзья, если вам понравился такой формат, такой контент, я могу еще рассказать. Мы, я думаю, окунулись вместе в это детство, да? Так что с первым июня, день детства, мои хорошие. Я вас всех поздравляю, как бы там бы ни было. Поцелуйте своих деток, внуков. Я просто приболела, я сейчас плачу. Не обращайте внимания. Это температура дает о себе знать. Ну, а как же ж не пожаловаться вам, мои хорошие? Ну, мне стало легче, правда, стало легче. Все, надолго не прощаюсь. Всего доброго и спасибо всем тем, кто подписался на мой канал. Надеюсь, вам у меня понравилось. Или понравится еще. В общем, выбор за вами. Все, всем пока. Это другой телефон, здесь мало памяти. Все, пока, друзья. Это не обращайте внимания. Это дает знать о себе температура.